Добрый вечер! Я сегодня приступил к реставрации этого граммофона Нерона и сразу же понял, что я попал. Как видите, корпус граммофона сделан с имитации кожи крокодила и весь собран на десятках заклепок. Причем эти заклепки намертво расклепаны изнутри. Я понял, что граммофон подлежит полной разборке, потому что этими заклепками приклепаны петли, замки, ручка, другие узлы. Сами заклепки и эти узлы поржавели. Их привести в нормальный вид без разборки невозможно. В материале корпуса еще предстоит разобраться. Возможно, это кожа какого-то другого животного и тиснением сделана кожа крокодила. Возможно, это какой-то полимер, который уже начал использоваться во времена производства этого граммофона. Как мне удастся решить эту проблему, я пока не знаю, но думаю, что мне все получится обязательно. Я неделю выгрызал чуть ли не зубами из нижней части корпуса граммофона Нерона эти ржавые гвозди и заклепки. Вы не поверите. Как же это мне астачертело? Пишется через Е. Но я не сдаюсь. А тут еще оказалось, что нижняя часть этого чемодана вздулась. Придется к ней приклеить вот такую вот накладку из фанеры. Эти амбразуры, не удивляйтесь, для того, чтобы мотор встал на свое место. В противном случае он бы приподнялся над днищем. У этой накладки для днища пришлось еще им выфрезировать вот такие вот углубления. Дело в том, что у мотора с обратной стороны есть крепежные элементы, которые необходимо было утопить. Вот. Встал на свое место. Теперь, казалось бы, можно было бы и приклеивать, но когда мы начнем прижимать эту накладку к днищу корпуса, непременно в эти амбразуры выступит клей. И вся моя работа пойдет на смарку. Чтобы этого избежать, я сделал вот такие вот вкладыши. Похоже на палочки для эскимо. Я их вставлю в эти амбразуры. А с обратной стороны приклею узкие полоски скотча или изоленту. В итоге все будет выглядеть примерно так. А чтобы хорошо прижать эту накладку, я уже заказал кухонную разделочную доску примерно такого же размера. Ну а сверху доски я поставлю хороший пресс. Вот такое занятие мне уже по душе. Это гораздо более креативнее, чем выгрызать ржавые заклепки и гвозди. Я решил усилить накладками из фанеры не только днище этого чемодана, но и боковые несущие стенки. А чтобы клей не заливался в отверстия корпуса, я предварительно их залил расплавленным парафином. Потом при помощи фена я его растоплю. чтобы мотор встал на свое место и его не перекосило, я нижнюю накладку отцентровал при помощи саморезов. Я их вернул в технологические отверстия днища чемодана. Теперь мне только осталось очистить корпус и прикрепить все навесные аксессуары. Эти накладки из фанеры я затонирую по цвету корпуса. Наступил долгожданный момент. Нижняя часть чемодана этого граммофона готова. Кстати, очень правильно, что я использовал профин. Но мне еще осталось сделать все то же самое с верхней крышкой граммофона. Но это уже не страшно, если видишь свет в конце тоннеля. Вот. И вот, наконец, я вышел из этого затяжного тоннеля реставрации этого корпуса граммофона. Вот что у меня получилось. по-моему, выглядит замечательно. Осталось теперь только вставить в него все внутренности. и мы его обязательно послушаем. Но уже не сегодня. А пока спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok